Синьхуа, Китай. Какое влияние на экономику КНР оказал новый раунд повышения таможенных тарифов? Синьхуа, Китай. 9 июня 2019 года. 10 мая США увеличили до 25% пошлины на китайскую продукцию в размере на 200 миллиардов долларов. Этот режим осуществляется уже на протяжении месяца. Какое влияние на экономику КНР оказал новый раунд повышения таможенных тарифов? Как сопротивляться возможному удару? В последнее время представители разных государственных департаментов Китая публикуют заявления, связанные с пристальным вниманием рынка на сельскохозяйственную продукцию, производство, внешнюю торговлю и инвестиции, а также финансы. С точки зрения как макроэкономики, так и отдельных сфер, влияние нового раунда повышения пошлин контролируемо. Нет Запада. Есть Восток. По словам заместителя министра промышленности и информатизации КНР Ван Чжи Цзюня, Согласно статистическим данным, объем экспортных товаров в размере 200 миллиардов долларов занимает 41.8% от общего масштаба экспорта Китая в США, и всего лишь 8% от внешнеторгового оборота КНР. Среди предприятий, оказавшихся под влиянием, около 50% компаний на иностранном капитале, насчитывается большое количество американских предприятий. В определенной степени повышение пошлин приведет к увеличению операционных расходов предприятий, снижению конкурентоспособности и сокращению количества заказов. Однако в целом ситуация находится под контролем, завел Ван Чжи Цзюнь. На фоне повышения пошлин с американской стороны Китай также принял необходимые контрмеры. Особое внимание привлекли действия в экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции. Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских территорий Хан Цзюнь отметил, что американские фермеры не выдержат потери китайского рынка, а при значительном сокращении импорта суевых бобов из США у КНР есть способность и уверенность гарантировать сбалансированность внутренних поставок благодаря разнообразным политическим инструментам и диверсицированным источникам поставок. В экспорте, если нет запада, то есть восток. По словам Хан Цзюня, Китай, с одной стороны, продолжает усиливать потенциал разработки традиционных рынков, в том числе Асиан, Япония и АЭС, с другой стороны, укрепляет торговое и инвестиционное сотрудничество со странами вдоль одного пояса, одного пути, активно развивает новые альтернативные рынки. Заместитель директора начальника комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР Венцземина, благодаря многолетним усилиям предприятия центрального подчинения уже развивают всестороннее сотрудничество с компаниями из более чем 180 стран и районов мира. Ожидается, что такое взаимовыгодное и обыдовыигрышное взаимодействие будет продолжаться, раскрывать международное пространство для предприятий. Финансовый рынок стабильный и гибкий в условиях торгово-экономических трений особое внимание также привлекает валютные и фондовые рынки. Устоит ли финансовая система Китая перед внешним ударом? Учитывая курс юаня, ситуация на валютном рынке по-прежнему стабильная. Заместитель директора Народного банка Китая Люга Цин отметил, что несмотря на текущие колебания, ситуация на рынке довольно стабильная. Степень влияния на рынки капитала в пределах контроля. Председатель Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Хуэймань отметил, что с точки зрения рыночного функционирования на протяжении некоторого времени, рынок капитала уже постепенно ослабил и отразил влияние от китайско-американских торгово-экономических трений. Это в свою очередь свидетельствует о растущей устойчивости и гибкости рынка капитала. Вместе с этим, повышаются способности борьбы с риском. Председатель Китайской комиссии по регулированию страхования Гошу Цин заявил, что вплоть до настоящего времени финансовый рынок довольно стабильный. По словам Гошу Цина, в последние несколько лет КНР продолжает углублять реформирование и открытость, совершенствовать структуру управления компаниями, оптимизировать институциональную систему, стандартизировать рыночный порядок, предотвращать финансовые рынки в ключевых сферах, способствовать стабильному продвижению индустрии, а также контролировать риски. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.